вот пригнали одного беглеца домой на отел надо было убежать из загона опять такую даль и завозюкать себе все вымя вообще она у нее такое огромное ребята это что-то посмотрите это не гирефордская вы не гирефордская давай рябинушка ищи место и телись давай давай моя хорошая укладывайся это наша старая коровка думаю все будет хорошо но доить нее конечно придется потому как с таким выменем теленку не совладать если будет хорошо стоять останется здесь пару дней а если не даст доить то придется везти в сарай на цепь ну давай успешного разрешения тебе да рябинка вот во всем этом огромном сарае тебе нужно место было выбрать именно вот здесь у самого входа на самом ветру обиделась на хозяина что не удалось убежать мне очень интересно кого она принесет мы сможем можно сказать даже ставки делали в общем то по внешнему виду и всем признакам у нее будет телка ну узнаем все это в конце у нее уже 7 все они в нашем хозяйстве вот следующая она тел ее первая дочечка будет рада хотя рада должна была телиться уже сегодня она еще только через три дня но здесь не угадаешь кто раньше кто позже может и та еще догонит сегодняшним днем как знать ну ты ребенка наверное ждешь быка у тебя ни разу не было сынка до а одни дочки лапочки зато какие красотки выращивает она больших хороших она рожает очень больших хороших телят статные телки получаются достойная корова телятся потом легко и вымя у них кстати правильные хорошие формы не такое как у нее самой а это первая корова как я уже говорила 10 лет назад купленная они завезены сюда более из Австралии ой это уже ножка появляется и что-то как бы правильнее сказать селекции наверное немножко было не то потому как это не геррифордское вымя это проблема хозяев и самих коров вот она ходит ногами все соски пачкает вымя до земли болтается оно все время грязное если на улице сыро корова заходит и в лужи и куда угодно вот и сейчас она пошла легла я не знаю в какое место она легла вся эта возюкалась теперь это мыть не перемыть но теленок потом это все вынужден будет сосать другого варианта у теленка нет и в общем-то не будет бегать за каждой коровой подмывать я не могу я даже не знаю сколько теленок раз в день прикладывается к этой к этому соску что это желтенький какие-то желтенькие ножки торчат а следующая проблема с таким выменем потому как теленок все высосать не может и мне приходится ее доить иногда даю по неделе и по десять дней если отел был бы среди лета а не так вот в середине апреля то там молока было бы еще больше хотя и в этом году у меня у нее разбарабанило конечно дай боже и бинушка я вижу язык все будет хорошо я тут можешь не нервничать я знаю что ты не нервничаешь ну в общем что тут смотреть предлежание плода правильное ножки лежат вот так вверху копытками значит правильно голова сверху этих ног вот кто видит кто смотрит тот уже язык ну чан голова пройдет это самое тяжелое место прошла голова иначе дальше хорошо ну кстати после того как прошла голова и так скажем остановилась шея резко тянуть начинать не нужно потому как там где грудной отдел нельзя чтоб коровка зажала теленка именно в этом месте нужно дождаться следующей схватки если вы хотите помочь корове то нужно помогать именно в этот момент а не как только вытопнулась голова вот голова до шеи вылезла и коровка отдыхает ждет следующую схватку и рожает вторую часть а потом еще при следующей при последней третьей если она сильная выплевывает всего теленка так что подстраивайтесь под отел и помогайте тогда когда нужно не думайте что если он высунул голову значит все он уже не дышит и тут же сразу задохнется ничего подобного в общем дальше покажу дитя оставайтесь с нами на канале ну вот друзья и выплюнула наша коровка у нас прекрасный плод только почему желтый не пойму тебе еще телиться надо было через три дня давай моя красавица лежи но рябино покажи кто у тебя если это чудо если это чудо случилось и у тебя бык тогда это точно чудо ножки показались толстые нет нет да нет не случилось чудо рябина у тебя девка восьмая 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 телка опять красоточка в нашем хозяйстве рябино я тебя поздравляю правда у меня клички уже закончились на букву r да ребята мы называем телят телок которые остаются в нашем хозяйстве чтоб нам удобнее было запоминать по кличке матери на первую букву так вот у нее ну как я уже говорила семь телок и от нее уже телки были ну вы представляете сколько у меня на букву r реально клички закончились и ракита и ракета и рыбка и речка и ромашка так рада первая была слушайте я как-нибудь соберу видео о всех ее дочах которые в хозяйстве и покажу их во всем сарае места эти больше не было вот надо было прямо здесь под этим проводом пойду отключу может сюда зайдет и сниму его может сюда зайдет это телячий детский сад пусть идет сено есть я сейчас воды принесу муж забегал спрашивал помощь не нужна я говорю тебе самому не смешно нашей рябинке помощь нужна правда она всегда телится сама и обычно это делает утром так что мы не видим даже если мы ходим два или три часа ночь то следующий поход уже там шесть пол седьмого утром а она телится все время в четыре в пять пол пятого вот вчера ночью муж поставил будильник на четыре часа я говорю ой да не ходи сегодня ночью она еще не телится вот в общем то я была права ночью она не телилась ну через двенадцать часов вот у нас девчуля опять длинноногая красотка красненькая все как я люблю люби надеюсь не рогатая хотя зря конечно надеюсь такими рогами как у тебя точно все рогачки сейчас я принесу тебе воды и провод только не трогай ну на 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 рябиночка на на бежит она еще не куда вот несу коровке воду сразу после отела вот скажите хозяева владельцы коров какую воду вы даете своей корове после отела и сколько я могу поделиться своим многолетним опытом подачи воды даю ей воды столько сколько она выпьет обычно это два ведра сейчас схожу еще принесу и это просто вода не сладкая не соленая это даже не энергетик хотя энергетик в его составе практически один сахар глюкоза поэтому смысла его давать не вижу а почему я считаю не целесообразным давать сладкую воду дача сладкой воды приводит ни к чему иному как диарея у коровы сразу же начинается жидкий стул ладно когда хозяева дают ее по полкило а ведь есть и такие которые дают и по два и по четыре килограмма то есть не в одном ледре а в каждом ну представляете столько глюкозы в организм животного попало какой там сразу блеск а потом а потом мы начинаем лечить не только понос коровы которые вызваны именно это сладкой водой а еще и возможно во всяком случае если это молочная корова то такое очень даже вероятно при большой даче сахара начнете лечить ацидоз да он так и называется сахарный ацидоз что намного страшней этой диареи так что воду нужно давать если у коровы нет доступа хотя в данном случае у моей коровы есть доступ к воде но она пока не отойдет от теленка ближайшие пару часов и просто чтобы восполнить не какой-то ее водно-солевой баланс а чтобы занять место которое занимал плод я и даю такое количество воды это для того чтобы не происходило смещение сачуга у коровы чтобы внутренние органы не двигались а разместились так как они должны быть и вот это место должна просто занять вода место где находился теленок корова не может съесть сейчас много корма она может длительное время есть и вообще его не будет и когда я сейчас на каналах вижу да и вот только сейчас видела меня научил там какой-то дед или бабка и я дал 4 килограмма сахара ну я не могу даже прокомментировать нет я написала конечно комментарий ну вот реально ну посмотрите последние ну так скажем новости сельского хозяйства почитайте мнение ветеринаров да вот например не так давно у Вадима Предко вышло видео как раз оно так и называется лечу сахарный ацидоз коровы название точно не помню но как-то так что это сахарный ацидоз это точно а все именно из-за того что дали сахар после отела я раньше раньше это 10 лет назад при первом отеле да и втором через год когда мне было 4 и потом 8 коров я тоже давала воду добавляла туда 400 грамм сахара и 100 соли и считала это так тоже вычитала и так меня научили считала это профилактикой вот такой некой профилактикой для лучшего отхождения последа так скажем но знаете за прошедшее время выявила что никакой закономерности тут нет если корова здорово у нее было все хорошо по гинекологии сейчас ребинушка принесу еще болтаю тут языком то послед у нее отойдет а если уж так не было суждено то знаете никакой сахар тут не поможет и даже если у коровы начинается порез дача воды с сахаром тоже не поможет поэтому будьте внимательны и осторожны с дачей воды с сахаром растите своих животных правильно и берегите с самого начала вот момент рождения теленочка и дай бог чтобы у него было все хорошо родилась она здоровая доношенная полноценная и все начинает она свою гирефордскую жизнь пастбищного содержания вольного беспризнанного уже завтра будут на воле может быть еще дальше покажу как я даю корову кормлю теленка но это уже будет другое видео оставайтесь на канале подписывайтесь впереди у нас много отелов отелы все разные но большинство успешные всем пока всем пока не забывайте пока